Знаете ли вы такие факты? Сокол, сапсан, хищник, очень мощная птица, которая охотится на все, что движется, например, на голубей, набирает огромную высоту и оттуда камнем летит, набирая скорость до 300 км в час. Специальные какие-то у нее есть в носу заглушки, с помощью которых она, эта птица, сокол, сапсан, обеспечивает себе возможность не взорваться от перепада давления. Этот принцип используется в реактивных самолетах. Поделюсь, друг, недавно видел. Так вот, этот сокол, сапсан, обладает острейшим зрением. Весь его двигательный аппарат, вся его суть предназначена для охоты. Охотник. И вот он пикирует, складывает крылья, пикирует с огромной высоты, выбирая жертву, и прямо на нее 20% успешных атак. Из 100 нападений на жертву, только 20 успешных. Крокодил, который живет в пресной воде, в Ниле, огромная машина для убийства, может пребывать в луже, глубиной всего лишь 30 см, более двух часов находиться без воздуха в воде, прячась от своих потенциальных жертв. Выжидая жертву. Нужно, чтобы жертва, какая-нибудь коза или какой-нибудь, я не знаю, ну короче, антилопа гну, какая-нибудь подошла на расстояние полутора метров. И тогда он выпрыгивает из воды, отталкиваясь мощнейшим хвостом, вылетает в воздух, открывает пасть, закрывает глаза и при этом наугад смыкает челюсти. Все, что попало туда, назад дороги нет, смерть. Страшная машина. Все предназначено для того, чтобы убивать. И при этом только 30% из 130 раз охота удачная. Остальное мимо цели, мимо денег, как говорят народы. Белая акула. Еще более мощный аппарат по убийству всего живого. Мышечная система предназначена для того, чтобы двигать хвостом. Скорость развивает бешеную, до 50 км в час под водой. Зубы у акулы в три ряда внутрь. Острее я не знаю ничего, я сам лично видел. Вырезал из акулы челюсти, видел как они выглядят. Страшно руку. Все, что попало внутрь, назад дороги нет. Охотится на котиков, например. Морских. Вылетает с огромной глубины, со страшной скоростью и выхватывает этого несчастного котика. 50 на 50. Всего лишь 50 раз из 100 он удачно выходит в финальную часть охоты своей. Странно вообще-то. И, наконец, гепард. Гепард. В Африке живет животное. Еще более удивительное. Самое быстрое животное на Земле. Развивает скорость до 100 км в час почти за 3 секунды. Круче, чем Порш. Можете себе представить? Порш разгоняется медленнее, чем гепард. Благодаря механизмам, которые природа, Бог заложили в это животное. И вот с этой бешеной скоростью он мчится за жертвой. Но долго не может с такой скоростью бежать. Тоже всего лишь 50% удачных сделок, хотел сказать. Удачных охот. К чему я это рассказываю? Если животные, которые ничего другого не знают, им надо выжить. У них повышенная мотивация. Они не знают, что такое лень. Они не знают, что такое непрофессиональная охота. Они не знают, что такое отсутствие мотивации, выходной. Их гонит вперед инстинкт, желание обеспечить себя кормом, потому что иначе они погибнут в этих условиях, и прокормить свое семейство. Вот что ими движет. И тем не менее, они безропотно, спокойно, как само собой разумеющиеся, эти супер охотники имеют выход 20-30, максимум 50%. Остальные еще хуже. Промахнулся и идет искать дальше, без всяких разговоров. Я хочу, чтобы все, кто пытается заняться сетевым бизнесом, понимали, что далеко не 20, далеко не 30, не 40, и тем более не 50% выход у самых лучших сетевиков. Далеко не так. Далеко, 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 далеко не так. Потому что сетевики рождены не охотниками, не профессиональными сетевиками. Они рождены кто колхозником, кто поваром, кто офицером, кто бухгалтером, кто бездельником, кто студентом, кто никем вообще. Все приходится перенастраивать, искать мотивацию, самое главное. Вот с голоду не подыхает, работать не начинает. А там, сокол, сапсан, ему надо лететь, птенцы кричат, дай покушать. Поэтому, это все я делаю только для одной единственной цели. Если вы зарабатываете с деньгами, если у вас подписывается каждый 20-й, вы супермен, вы круче гепарда. Нужно просто без остановки долбасить и долбасить и долбать. Самое главное, что нам не надо тратить такие страшные физические усилия, как гепард, у которого в результате этой бешеной гонки выделяется молочная кислота и его вся ядерная энергия, которая в нем, она вся замирает, и он больше не может бежать. И все, дальше ему надо отлежаться, восстанавливаться, и только после этого он может снова возобновить атаку. А мы можем продолжать и продолжать сидеть в скайпе, продолжать и продолжать. Я сейчас нахожусь под Киевом в отеле, конференц-холл называется, в Ирпении, город такой небольшой, Ирпень. Мы начали сегодня спецтренинг номер 3. Вот сейчас люди там сидят, я им рассказывал ту историю, и решил, что вам тоже ее можно знать. Итак, все сетевики должны понимать, что мы непрофессиональные охотники, мы непрофессиональные сетевики, мы обыкновенные люди, и если мы подписываем не каждого 20-го и не каждого 30-го, то это нормально, даже в самый лучший бизнес. Это нормально, просто нужно спокойно продолжать. Зато если ты найдешь, то тебе не надо будет всю жизнь охотиться, как этому несчастному гепарду или акуле. Уже старые на пенсии, без дубов, они все равно должны охотиться, иначе они умрут. А у нас будет построенная организация, которая работает под нами, и она будет приносить вам радостные новости в виде чеков. Я желаю вам удачи, до свидания, охотники. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!